МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Владимир Рогов, генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Замечательно, что такой центр наконец-то у нас появился, но хотелось бы узнать более подробно, чем вы занимаетесь. Открылись мы относительно недавно. Буквально два месяца прошел с момента открытия нашего офиса. Спектр деятельности очень широк. Мы пытаемся изучать поведение детей в сети интернет-влияния, интернет на детей, и особенно наиболее опасных инструментов общения, например, социальных сетей. Мы вырабатываем комплексные решения совместно с органами власти, с другими общественными организациями, расширяем общественную пропаганду безопасного поведения. И мы очень стараемся, чтобы родители все-таки переосознали ту степень опасности, которую несет за собой интернет, и детей поставили в нужное русло, потому что у нас как бы то поколение, которое сейчас выросло, это вот дети 10, 12, 14, 16 лет, они выросли в очень негативной информационной среде. Как бы не было ни эффективных мер, ни эффективных решений, вот нежелательности и опасности интернета. И мы пытаемся сейчас данное поколение уже поставить в то направление, чтобы они несли позитивность интернета к следующим поколениям, и воспитывали новые виды получения информации в интернете, позитивность медиаконтента. Интернет на сегодняшний день – это то, без чего не представляет, наверное, своего существования и взрослый, и подросток, и, к сожалению, даже ребенок. Но немногие понимают, в чем же его реальные угрозы и опасности. Если вот брать нас, взрослых людей, мы пользуемся интернетом, конечно, сами понимаете, для просмотра новостей, котировок, погоды, для того, чтобы, значит, ну, работать вообще, чтобы интернет помогал в работе, в повседневной жизни. Дети воспринимают интернет совсем по-другому, они поглощают весь объем информации, положительный, нежелательный, и они пользуются интернетом в большей степени в развлекательных целях. Многие социальные сети, я не буду там называть их названия, то есть они несут более 95% негативной информации. Сами по себе социальные сети, они имеют информационно-развлекательное направление. Вот даже если мы подумаем, зачем, в принципе, ребенку столько развлечений информационно-развлекателей, то есть если бы это были сети информационно-познавательные, то, соответственно, да, это было бы намного полезнее для детей. В данном случае интернет для ребенка зачастую очень нежелателен, а иногда и очень опасен. То есть, в принципе, вот эта информация, которая в интернете находится, она разделяется на нежелательную информацию и на опасную информацию, и только вот маленькая часть информации имеет положительный смысл. Вот подскажите, как нужно правильно вести родителям себя, да, с ребенком? Ведь сейчас дети общаются между собой, да, и если, допустим, у ребенка нет возможности зарегистрироваться в социальной сети, общаться с одноклассниками через интернет, он будет чувствовать себя в некой мере ущербно. Вот как же все-таки родителям себя вести, и до какой степени допускать ребенка к интернету, с какого возраста, может быть, вообще, в принципе, можно это делать? Вот несколько советов для зрителей. Во-первых, вот сейчас вышел очень замечательный документ о концепции информационной безопасности детей, подписанном правительством 2 декабря. Я, в принципе, считаю, все родители, которые заинтересованы в информационной безопасности своих детей, должны ознакомиться с данной концепцией. Там очень много положительных моментов, и как вообще действовать родителям, как формировать у ребенка позитивность информационной среды, как ограждать, в части ограждать детей от нежелательной и опасной информации. В принципе, эти моменты обозначены. Если брать детей, то детей надо разделять на несколько категорий. И с моей точки зрения, то есть, вот дети дошкольного возраста, их надо строго ограничивать в работе с компьютером, не то же даже с интернетом, а с компьютером. То есть, там должна формироваться только позитивная информационная среда, только определенные виды сайтов, никаких социальных сетей, никаких онлайн-игр. И родители должны жестко это все ограничить. Если брать детей младшего и среднего школьного возраста, то уже ребенок начинает приучаться к социальным сетям, к онлайн-играм, к этим вот опасным инструментам, на чатах, форумах появляться начинает. Тут родители должны уже особое внимание к ребенку, должно быть особое внимание к ребенку, надо формировать культуру общения. Мы сами понимаем, как дети общаются, там, окей, хорошо, это общепринятая аббревиатура, там, СПС вместо «спасибо», не ставят запятые. И, то есть, вот родители должны, в принципе, приучать даже правильную расстановку пунктуации, грамматические ошибки в общении, в онлайн-общении, и, соответственно, контроль. Надо приходить к диалогу с ребенком, к прямому диалогу, и прямо спрашивать. То есть, вот у него там 150 друзей в «Контакте» в том же самом. надо каждого друга перепроверять, по несколько раз перепроверять, кто это такой, откуда он появился, почему с ним ребенок общается, почему ему интересно общаться, и вырабатывать пути решения и пути проблем, которые возникают на данном пути. также, то есть, хорошо, младший и средний возраст уже прошли, вот уже когда идет старшие классы, там уже, конечно, тяжелее, там ребенка очень тяжело переучить, сформировать какую-то новую культуру общения. Там уже нужен, конечно, хороший-хороший контроль, наблюдать за поведением ребенка, наблюдать, чем он интересуется. Опасность, она не только в социальных сетях, может завлечь ребенка любой противоправный ресурс. Те же там сообщества хакеров, кодеров, брутфорсеров, вот об этих родители, многие родители не знают. Поэтому, в принципе, вот этот центр наш создан, мы вот эти все любые проблемы, если что-то родители не понимают, они могут к нам напрямую обращаться, мы их обязательно проконсультируем и выработаем общий механизм воздействия на ситуацию. Также вот мы сейчас разрабатываем очень серьезное программное решение, которое позволит ограждать детей от опасности социальных сетей, онлайн-игр, форумов, чатов. Очень трудоемкая работа и очень достаточно большое количество ресурсов у нас задействовано на это. Я надеюсь, что через полгода-год мы покажем очень эффективное решение. А каким образом это будет возможно? Мы уже сейчас готовы предоставить родителям промежуточное решение. Это онлайн-контроль поведения ребенка в социальных сетях. Если возникают какие-то там проблемы, опасности, нежелательности, мы будем родителей информировать и выработать в совместном пути решения. Все-таки формирование грамотного поведения в интернете у ребенка этим вопросом должны заниматься только родители, или в том числе и школы, и на государственном уровне какие-то законопроекты должны приниматься. Сейчас эта проблема всколыхнула всю мировую общественность. Даже сейчас обсуждается вопрос, чтобы социальная сеть Facebook открывалась регистрация с 16 лет, а не с 14 лет. Сейчас вот это вышло, опять же говорю, концепция информационной безопасности детей. Тут должен быть комплекс мер. Он должен исходить от всех. И от государства, и от родителей, и от общественных организаций, и вырабатываться эффективные пути решения данных проблем. То, что касается нашей страны, на сегодняшний день, насколько вот этот комплекс, он хотя бы начинает формироваться? Потому что, насколько я знаю, в школах особого внимания не уделяется каким-то вопросам общения в интернете. Вы знаете, сейчас точечные какие-то моменты существуют, но они работают некомплексно, опять же. Есть, да, и в школах пропаганда безопасного интернета, и собираются определенные мероприятия тематические. Но это должна покрывать вся аудитория, должно быть на постоянной основе. И учитывать еще то, что опасности и нежелательности, они постоянно обновляются и появляются новые, новые, новые. Работа эта должна вестись постоянно и комплексно. Вот, может быть, сейчас кто-то из наших телезрителей заинтересовался, может быть, у кого-то какие-то вопросы возникли касаемо их детей. Как вас найти, куда к вам можно обратиться и с какими вопросами вообще можно обращаться? Можно обратиться с любыми вопросами, любая подозрительность, подозрительное поведение ребенка, интернет-ситуация, которую взрослый либо ребенок не понимает. Мы готовы на диалог. У нас есть интернет-сайт www.chilt-security.net Там все наши координаты указаны. Можно нам написать письмо, можно позвонить, можно приехать в офис и обсудить все проблемы. Ну что ж, Владимир, спасибо большое, что вы сегодня нашли время к нам прийти. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин